сифилис это одна из самых распространенных половых болезней при этом одна из самых опасных уже более пяти веков человечество знакомо с этой ужасной бедой но даже несмотря на то что современная медицина научилась бороться с заболеванием ученые до сих пор не могут дать точный ответ как откуда появился сифилис в 1495 году жители европы столкнулись с неизвестной и странной болезнью симптомы и и были такими сначала на интимных местах начинали появляться гнойные язвы затем спустя некоторое время заболевание поражало кости ткани и кровеносную систему болезнь меняла человека до неузнаваемости и в конце концов наступала медленная и мучительная смерть впервые эпидемия новой болезни началась в войсках французского короля карла 8 который осаждали неаполь а дальше разноплеменные наемники короля и солдаты противостоявшие ему военной коалиции принесли в свои семьи новую заразу который через считанные годы расползлась по всему континенту французские писатели истории гибретон отмечал возможные причины возникновения сифилиса некоторые врачи говорили что все произошло от женщины которая заразилась от прокаженного другие утверждали что это последствия каннибализма и обвиняли солдат в том что те ели человеческое мясо 3 полагали что всему виной скотоложство половая связь человека с лошадью больной сапом в 1530 году венецианский профессор врач и астроном джеролома фокастора опубликовал сочинение под названием сифилис история гальской болезни в нем он впервые обобщил медицинские знания об этом заболевании свой труд он написал в форме мифологической поэмы в которой бросивший вызов богам свинопас сифил в наказание получил этот тяжелый недуг стоит отметить что не только ученые средних веков не знали как и откуда появился сифилис специалисты нашего времени тоже на сто процентов не могут ответить на этот вопрос однако выдвигают несколько версий американская версия среди американских ученых наиболее популярной версии считается что сифилис в европу из нового света завезли матросы колумба советский ученый лев громошевский считал что моряки могли заразиться сифилисом от местных племен среди которых практиковалось скотоложство американскую версию также разделял испанский врач диас де исла он фиксировал у вернувшихся из дальнего плавания моряков приступы неизвестные ранее болезни который вскоре были заражены жители барселоны также известно что 300 испанцев среди которых вполне могли быть и больные сифилисом вступили в ряды армии короля карла восьмого это объясняет вспышку болезни в осажденном неаполе африканская версия обнаруженный на африканском континенте штамп три понем и который является возбудителем сифилиса вполне мог перекочевать в старый свет из глубин африки его переносчиками могли быть зараженные африканские рабы которых массово завозили на торговых судах европейская версия некоторые ученые считают что сифилис существовал в европе еще в глубокой древности они ссылаются на описание гиппократа голена и авиценны сходные с симптомами течение этой болезни в качестве зримого подтверждения европейских корней сифилиса может выступать искусство так на бюстах сократа в музеях ватикана и лувра выделяется типичный сифилитический седловидный нос но сифилис может быть куда древнее чем мы думаем специалисты изучившие останки людей живших в бронзовом веке обнаружили разрушение костей изменение зубов и черепа характерные для симптомов сифилиса на территории россии тоже найдены такие останки при проведении археологических раскопок в районе бывшей хазарской крепости саркел у 26 скелетов из 294 захоронений пятых седьмых веков были обнаружены сифилитические изменения основной путь передачи сифилиса половой поэтому неудивительно что болезнь процветала в тех сообществах где нравственные устои оставляли желать лучшего армия короля карла 8 стала весьма благоприятной средой для распространения этой заразы в своем походе на италию французы приобрели неаполь и сифилис потом они были отброшены и потеряли неаполь но сифилис остался при них издеваясь шутил над вояками французский философ и сатирик вольтер последствия похода французских войск на италию были такими весной 1496 года на париж обрушилась страшная эпидемия неаполитанской болезни а последствия ее были такими отвратительными и зловонными что у народа появилось отвращение к половому акту воспользовавшись случаем церковь вовсю принялась проповедовать целомудрия дамы прославившиеся своей пылкостью в постельных играх толпами уходили в монастырь король карл восьмой был в полном отчаянии ибо самые красивые придворные фрейлины стали послушными монахинями с рассадниками венерических болезней таких как сифилис чаще всего боролись мерами государственного масштаба так согласно указу петра первого женщин ведущих распутный образ жизни помещали в предельные дома под страхом страшных наказаний запрещалось содержать непотребных жен и девок но если пётр первый закрывал публичные дома то в девятнадцатом веке в россии занялись регламентации проституции для этих целей в 1847 году в санкт-петербурге была создана комиссия для надзора за бродячими женщинами историки давно обратили внимание на то что каждый всплеск эпидемии сифилиса всегда совпадал с громкими военными потрясениями так пике заболеваний сифилисом были отмечены в периоды итальянских войн с 1494 по 1559 годы наполеоновских войн с 1799 по 1815 годы а также первой и второй мировых войн первая эпидемия сифилиса совпавшие с итальянской войной оказалась самой масштабной уже в 1499 году сифилис добрался до россии благодаря торговым путям к 1500 году болезнь через средиземное море добралась до востока менее чем через год население индии и китая а затем и японии было поражено сифилисом когда закончилась война с наполеоном и был взят париж русский военный врач и яков говоров отмечал взятием парижа хоть и кончились болезни от перемены воздуха трудов и недостатка пищи но зато открылись гораздо важнейшие к произведению между войнами такой болезни от которой едва ли не больше и гибнет нежели от самой войны с началом первой мировой войны европа захлестнула мощнейшая волна эпидемии сифилиса по статистике носителем штамма трипанемы был практически каждый седьмой европеец однако не только мировые войны способствовали распространению сифилиса в 1861 году когда в россии было отменено крепостное право масштаб распространения вируса в стране заметно вырос не сумевшие приспособиться к городской жизни бывшие крепостные крестьяне возвращаясь домой везли в деревне сифилис тем самым заражая здоровое население к началу 1890-х годов сифилисом болело более 5 процентов населения смоленской псковской рязанской воронежской и тамбовской губерний в конце 20 века дела в россии обстояли не лучше в государственном докладе о состоянии здоровья населения российской федерации на 1995 год отмечалась в связи с резким расслоением социального общества бесконтрольной пропагандой эротической и порнографической продукции широкой рекламой и доступностью лекарственных препаратов для самолечения неудовлетворительным состоянием работы по нравственному и половому воспитанию подрастающего поколения в стране отмечается большой всплеск венерических болезней таких как вич сифилис гонорея и многих других в оправдании человеческих слабостей можно сослаться на исследование проведенной советскими учеными которые доказывали что в распространении венерических заболеваний во многом виновата природа согласно этой точки зрения пике заболеваний сифилисом приходится на периоды солнечной активности и в среднем длятся около 23 лет впрочем такие гипотезы не получили должной поддержки в научном мире и гипотеза остается лишь гипотезой на этом у меня все до новых встреч